МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Новина региона» у студии Алена Мельшанкова. Добрый день, сегодня у выпуску. Десятый лето зладить областный фестиваль кирмаш-прационников везки-дожинки. Якой теме просвечена селетняя белорусская свята, Александры избираясь обру. И якой надворы рыхтуют нам опошние дни весны про ГЭТА и не только далее у выпуску. Прыклыно 1400 переписчиков будут працевать у Могилевской области подчас перепису насельництва. Сама компания пройдет в Беларуси в будущем кастричнику. Набор переписчиков и их научание напереде. А вот компьютерное обсталевание для их працы активно рыхтуется. С подробностями Олеся Рыбалка. Уголовным статистичным управлением Могилевской области идет тестирование программного забеспечения планшетных компьютеров, с якими будут працевать переписчики. Электронный, а не паперовый вариант анкетования, кажут в управлении, простей, да и потребует аж но утрая меньше часу. Работает стабильно, управление интуитивное, здесь все легко, все пользуются сейчас смартфонами, поэтому обычное андроид-приложение, на котором все интуитивно, даже особой инструкции нету по тому, как пользоваться приложением. Для проведения перепису в области наберут приклад на 1400 переписчиков. С практики ГТО основным студенты. Статистики их будут научать працевать с планшетами. Нагрузка на одного у середнем 750 респондентов. Пытанья у Буде 49. У першыню переписный лист, а у Беларуси ГТО третий перепис, Буде уключенный сельско-господарчий блок. Впервые в нашей переписи 2019 года будет добавлен блок сельхозпереписи. На постсоветском пространстве сельхозпереписи все республики проводили самостоятельно, как отдельное мероприятие в нашей республике, для того, чтобы для экономии времени и денег эти две переписи совмещены. Для подстраховки у переписчиков на руках будут окроме планшетов и паперовые переписные листы. По жаданию респондента можно будет выкористовывать любой вариант, как и выбор мовы – белорусской альбуруской. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, Новинрегиона. Областный фестиваль «Кермаш» працевников вёски Дожинки у Могилёвской области сё лето пройдёт Углуску. Як стало вядом, организаторы приступили до подрехтовки мероприемств по рестаурации объектов, доброго порадкования райцентра и распроцовутся программы свята. В трех годах малой родимой станет сё лето-головной темой белорусского свято-купалли Александрея «Збираясь Аброу». На протягу двух святочных дён 6-го по 7-го липеня традиционно продать кермаши, фестивали и конкурсы. Свято-купалли Александрея «Збираясь Аброу» продя с 6-го по 7-го липеня у агры городка Александрея Школовского района. Кульминации первого дня станет галоконцерт, который завершится фейерверком. Потом гостей чекает дискотека с уделом сучасных выканавцем. Працевать святочные пляцовки будут и на другой день. 7-го липеня отбудется урочистая церемония ушанывания передовиков агропромыслового комплекса в области, а затем святочный концерт народных артистов Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко и группы «Сябры». На протягу двух святочных дён усіх гостей запрашает эматичная пляцовка Александрийский кермаш. Удел у мероприемств планують принять майстры и творческие коллективы сями краин – Беларусь, Латвия, Литвы, Польша, Россия, Украины и Эстонии. Терамок вырастил два разы. Дитячий сад у агрогородку «Сход» проходит серьезную реконструкцию. Новые квадратные метры дозволят не только повеличить сколькость групп. Тут з'явятся музычные и спортивные залы. Як и де будовля бачила наша здымычная группа. В нашем садике скоро появится спортивный зал. У нас в садике будет много места там, где можно танцевать. Один и дитяши садок у агрогородки «Сход» уже давно меу потребу в поширене. Колька с дятей у гэтым населенным пункте расте. Тепер гэтую дошкольную установу наведывая 95 дошколят. Ясше больше 40 человек возять у суседнюю вёску Лыкова. Але уже худко ситуация повинна змяниться. Исныющий будынок повеличится. И дошкольный установа зможен прымать у сих мясовых малых. В условиях реконструкции мы делаем еще 4 группы. Две младшие будут группы детей, две старшие будут группы детей. Общая площадь 9600 квадратных метров. И планируем его сдать в следующем году ориентировочно второй квартал. Работы идут полным ходом. Зараз будовники утепляют старый фасад будынка. Ходка, дядя те часово переведут у инший садок. И у старым будынку пошнется серьезная модернизация. Мы сначала технологию разработали с отделом образования. Пришли к тому, какое количество детей нам нужно, сколько групп. И уже исходя из этого объемно-планировочные решения все двигали. Ну а там уже строим. Технологии одинаковые. Строим, как всегда, качественно. Великие и маленькие святы ранее проводили ОГЭТ в невеликим покое. А Лехотка у все изменится. На новых квадратных метрах разместятся не только спортивные и музычные залы. Открыт новые модели групп кратковременного пребывания, вечернего пребывания детей в детском саду, адаптационные площадки, группы материнской школы. Это служит такими новыми формами организации работы детей, даже которые не посещают детский сад. Агрогородки побольше с Могилевым активно развиваются. Будуется жилье, растеколька с дятей. Следом за исходом реконструкцию пройдет детский сад у Вейна, у Списи, Чаканя, садки у Межиситках и Балыковичах. Андрей Шуляк, Юлия Мычка, Миклай Соболев. Новинирегиона. Больше за 150 работ споборничали у областном этапе, 15 перемогли. На Могилевшине подвяли выники конкурсов школьных сочинений. 75 мирных годов истории моей семьи. У дом-другу яны съехались за узнагородами розного взрослого из разных школ в области. Их сочинения с семейными историями про великую айчинную стали лепшими. В своем сочинении я рассказала историю моего далекого родственника о том, как он в те сложные времена переживал ситуацию, когда приехали немцы с огромной машиной людей. Была вырыта огромная яма, и людей расстреливали и бросали в ту яму. Мы должны помнить все, что пережили наши далекие родственники. Когда прошла война, он получил орден Красной Звезды. Орден Красной Звезды был похоронен вместе с дедушкой. Дедушка или прадедушка? Прадедушка. А откуда ты про него знаешь? Ведь он давно жил. Мне рассказала моя мама. Я хочу поблагодарить всех, кто боролся за наше мирное детство, кто воевал и кто подарил нам это небо. Без войны и без войны. У каждой семьи есть своя военная история, свой боль. Перемогу в конкурсе допомогли отримать ширость и чуйливость творцев. Главной целью преследовали то, чтобы они не только вспомнили о предках, а прежде всего, чтобы у них зафиксировалось, отложилось и осталась навечно память. Потому что большего и лучшего стержня для того, чтобы продолжать славные традиции предков, нет. Конкурсанты, наверное, откликнулись душой на это мероприятие. И в огромном числе конкурсов и мероприятий, посвященных юбилейной дате, я думаю, это те, кто действительно проникся очень глубоко самой идеей. 75 лет, мирных лет в истории моей семьи. Это очень лично. И только на этом, наверное, сегодня мы можем воспитывать подрастающее поколение. Старшиня областной ветеранской организации звернулся до школьников со словами удячности. Мауля у них спроба прочуть и пережить военные падеи у своих сочинениях вельми важная, каб война больше николе не повторалася. Катярына Градницкая, Денис Бутылин, Новины региона. И про надворье. До плюс 27 градусов в день прогнозуется на Сираду. При этом чекается моцный ветер до 20 метров за секунду. И короткочасовые апатки местами моцной и с навальницей. Надворье основным вызначается в областью повышеннага атмосфернага тиску. Учать вверх захываются короткочасовые апатки местами макчима с навальницами. Ветер парывистый до 14 метров за секунду. И слупок термометра крыху опустится. По слову хсиноптыка, у пятницу стане яши холодней. Слупок термометра у день покажет не больше за плюс 24 градусы. Уначе и ранницы чекаются короткочасовые апатки. У день переважна без дождев. Якой на дворье нам подарить першый день лета, доведаетесь из наступных выпусков программы.